Фейс, я лучший рэпер за последние тысячи лет Эш-э-ээ Я порву тебе лицо Сейчас я дебилит меня, не понимаю, зачем мне все просто Вы идиоты? Зачем вы такое спрашиваете? Я ненавижу тупых рэдят Куч за 300 тысяч Блёдые, якушки Гэнксит Гэнксит, гэнксит Почему вы задаете такие тупорылые вопросы? Вы меня бесите, идите в жопу Ребят, всем привет, мы Филипп и Кирилл Ревега Сегодня мы хотели поговорить об одном видео О нашем видео, выпущенном несколько дней назад про Логана Пола Мы нашли несколько комментариев с канала Катайна Что люди пришли с того канала Мы зашли, посмотрели последних пару видео Там были обзоры на трансляции Марьяны Ро По поводу Фейса и Ивангай Мы следим совсем немножко за Марьяной Ро До момента того, когда они расстались с Ивангаем Смотрели их обоих, а потом как-то немножко перестали И вот совершенно случайно наткнулись на видео Про трансляцию Марьяны Ро, как они сидят с Фейсом Делают лизуна И говорят, мы видели Всякую чепуху Мы видели этой трансляции тоже и хотели поделиться Своими мыслями, что мы думаем об этом В принципе, полностью согласны с Катайном То, что Марьяна вообще абсолютно очень сильно изменилась После того, как они расстались с Ивангаем Слышь, ты дура, выпрыгни сама Спросила одна девочка, равняешь к всем К всем Почему? Пока че, ну да пока пусть Он говорил то, что Она вообще абсолютно не признательна ему За все тех подписчиков, в принципе, за все ее творчество Это все сделала Ивангай И она абсолютно никакого благодарности никогда не показывала Там был момент в видео, когда она говорит то, что Они говорили про Ивангая, про бывшего парня И поддержала Фейса в его начинаниях Что хотели ударить его в лицо Разбить его лицо Я порву тебе лицо Я порву тебе лицо Геймши Сказал бы им что-нибудь сейчас Я бы тоже Когда Марьяна была с Ивангаем Она говорила своим хейтерам, типа Что просто пусть хейтят Пусть остаются где они есть Ничего серьезного Сейчас же она говорит то, что хейтеры пусть все Из изображения сдохнут, умрут Пойдут в лес самоубийцы И уже никогда оттуда не выйдут Сами вы дебилы Вас дебилы не люблю Идите пожалуйста в Аокигахара И больше не возвращайтесь хотя бы так И не вернетесь на самом деле оттуда никак В трансляциях обзывает Слайд куда подальше И просто абсолютно матом Негативными словами Что за дебилизм? Я не понимаю, зачем люди такое спрашивают Они идиоты? Вы идиоты? Зачем вы такое спрашиваете? Это ненормально, мне кажется Ты злаян Я не знаю вообще, как такое возможно Как можно своих подписчиков пользоваться Наверное, все-таки самое важное в жизни Это окружение Мне кажется, когда она была с Ивангаем Помнишь все эти видео? Не знаю, она была самая доброжелудная Никаких матов, никаких плохих слов Всегда лицо сияло сейчас Одни показушнические поцелуи на камеру Поддержание во всех начинаниях этого фейса Который в принципе очень такой грубый И отвратительный парень на самом деле Нет такого Он не сияет Он как-то пытается отвращение вызвать Теперь по поводу фейса И того, что он сказал Я порву лицо Ивангая Это очень, не знаю, неправильное поведение Ребят, вы согласны с этим или нет? Просто подумайте Давайте, я не знаю Парень с девушкой встречались Закончили встречаться И у него появился новый парень Он говорит Я порву лицо этому прошлому парню Неужели это так, как должно это быть? Это просто какое-то полнейшее деградантство Я бы так сказать Тогда получается Это вообще неправильно Он разве это заслужил? Он что-то сделал плохое? Зачем такое негативное? Еще и здесь две стороны И на самом деле Неужели это значит, что все новые парни Должны пойти Разбить лицо Прошлым парнем Бевчонки? Что это тогда будет? И второй аспект Второй аспект Это то, что Как, в принципе, парень Какой-то, не знаю Начинающий рэпер У которого, допустим Там 17 миллионов Просмотров на его музыкальном На одном из видео Бургер Может что-то говорить парню Который уже давно, в принципе, на ютубе Который занимается Идеальным монтажом Ваня Который самый дружелюбный Позитивный парень Который, в принципе, никогда даже не матерится Очень важно Умный, подкованный И очень образцовый человек И какой-то фейс С татуировками Я не знаю Когда говоришь о этих двух людях Мы только, вот, не знаю Час назад узнали о фейсе Иване Ивангай Это совершенно два разных уровня Не знаю И просто, не знаю Фейс, наверное, пытается хайпить И пытается все-таки что-то сказать Через Марьяну И нужно ваше мнение, ребят Что вы думаете по этому поводу? Неужели вот какой-то фейс С татуировками на лице Может так негативно высказываться О Ивангай И это все должно оставаться Сверх прямо сейчас, если вы за Ивангая И не знаю Ставьте дизлайки Ставьте дизлайки Если вы на стороне фейса Я не знаю Мы просто посмотрим Кто на самом деле более объективно Типа, какой-то чувак Который говорит глупости В отношении Ивангая Или Ивангай Который ничего не сделал И просто ловит свою сторону Какой-то негатива Вообще левый Это парень, который говорит С периодичностью Раз в минуту Гэнгшит 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 Это просто смешно Человек, который говорит Несколько слов на английском Поставляется Не на фразы гэнгшит Но это просто Абсолютно показушничество И причем Они называют всех глупыми Мы не видим тупых людей Почему вы задаете Такие тупорылые вопросы Вы меня бесите И идите в жопу Я ненавижу тупых людей А ты Открыь, пожалуйста Хричу Да Люди Блин, ребят Вы на самом деле Не отличаетесь особым умом Тот, кто отлично от вас Называет их глупыми Это совершенно неправильно Там еще был один момент В видео Он даже был не один Их было два или три Серьезно Можете на видео сейчас видеть То, что Он говорил в этой трансляции Когда они делали зуна Все писали там Подписчики Марьяны Что им жалко Эту маленькую девочку И говорили, что типа Нам жалко Марию И Марьяна Ро отзывалась Бедная Мареси Какого хера вы называете Мою сестру бедной Я вам разобью ваши лица Если вы еще раз так скажете Зачем такое Говорить подписчикам Я потом Вставал всегда в фейс Вставил свой фейс В трансляцию И говорил, что типа Почему вам жалко Эту девочку У нее больше денег У нее больше денег Вот куртка за 300 тысяч Марию сеть денег Больше в копилке Чем у твой Папа зарабатывает Месяц Гэнкши Кучи За 300 тысяч рублей Вот ее куртка Еще был интересный момент Я вам говорил в трансляции Типа У нас больше всех денег У нас больше всех подписчиков У нас больше всего денег Подписчиков Мы самые крутые Мы самые любимые Остальные Так отвратительно Так некрасиво Люди, которые ставят в приоритет Свои деньги Что у нас больше денег И больше подписчиков Неужели это все Важно какую-то энергию несешь Какой ты человек У меня даже улыбка на лице Когда мы сейчас с тобой говорим Мы на самом деле пошли дальше Это все так смешно Да, мы пошли дальше Мы пошли на канал фейса Мы зашли на канал фейса У которого там 4 или 5 видео 200 тысяч подписчиков Он конечно да, молодец У него что-то свое новенькое Молодец? Подожди, ты сказал? Нет, ну может быть Ну подожди Я не знаю Он не молодец Он молодец Он вообще не молодец Абсолютно не молодец Ладно, я неправильно сказал тогда Ладно, он не молодец Мы нашли на его канал Первое видео Бургер 17 миллионов просмотров Неужели он достаточно Действительно того стоит? Все, что он в видео говорит Это маты Это сексуальный контент Повторение Повторение двух строчек своей песни Половину песни Только после половины песни После полутора минут Начались какие-то новые Дополнительные слова в песне Если вы не слышали Зайдите просто ради интереса Послушайте Он назвал себя Назвался лучшим рэпером на планете Лучший тупака Эмин Эмма И доктор Андрей Фэйс И лучший рэпер За последние тысячи лет Нахуй всех Нахуй всех Рэперы, которые поют В своих песнях Они просто говорят И говорят не в такт И просто говорят нормальные слова В отличии от матов От половых органов Не знаю Кому вообще это нравится, ребят Очень-очень-очень странно Я не знаю Как этот человек Набрал 250 тысяч подписчиков Я знаю Такие видео могут быть популярны Как у него Только если, знаешь Этот Инджойкин Сделает ремикс на него Ну вот с этим И какой-то смешной Его покажут Пусть говорят На самом деле Это не одна песня И тогда это видео Будет его контент популярным Но сейчас Я не знаю Откуда эти 17 миллионов На самом деле Не одна песня Бургер Там и так же Мы посмотрели Какое-то второе видео Там с концерта Где он там Брызгает всех водой Там Скачет как ненормальный По сцене Наливает на себя воду Там И фактически Поет от другого И потом И дальше играет фонограммы Из этих двух строчек В этой песне Но это абсолютно смешно Там еще был момент А вот касаемо Он сказал В трансляции Фэй сказал То что я готов разбить Я разобью лицо Ивангая И потом момент Есть Мы посмотрели В этом видео В Бургере Когда он выходит Из-за Какого-то угла Промередома В музыкальном виде У него как-то рука Вот так вот Вот так вот Красиво Пафосно лежит Не знаю Неужели Неужели Это самое милое Что мы когда видели Когда человек После этого Говорит Я разобью тебе лицо Мне кажется Такой безобидный И у него прическа Такая еще Симпатичная Поэтому Как он кому-то Лицо разобьет Вторая песня Там что-то Я разобью запад Или еще что-то подобное Это та же самая история Одни маты Одна пошляет Видимо парень Живет в Москве Или в Петербурге Он видимо не был в регионах Когда есть действительно Опасные ребята Опасные районы И такими словами Просто не бросаются Поэтому Фейс Я не знаю Ты конечно Хайпер Желаем побольше денег Успеха И подписчикам Не знаю Если это ради чего Ты это все делаешь Побольше татуировок На лицо На самом деле Да Когда ты все-таки Попытаешься разбить Кому-то лицо Мы обязательно Посмотрим это видео И посмотрим Как Ну Как Это поможет Это сделать Вот Это опять же Это не хейт Это реальная ситуация Это чем говорить То, что ты не сделаешь Думает так же Наверное Не знаю Процентов 70 людей Обычных людей Которые смотрят Ютуб Которые Обдевательные люди Просто на все это Ну Непонятное Дело Оставим все ссылочки На ролики Этого фейса На этот Видеобургер На трансляции Марьяны На трансляции Люди говорят Нам жалко Марьяну Вот эту девушку Которая с ними В трансляциях Я полностью согласен С этим Девушка растет В этом окружении В том Что как Марьяна Обзывает своих подписчиков Она учится этому Она ненароком Это учится Дети очень быстро схватывают Это очень нехорошо Девчонка могла быть И она очень талантливая У нее такой Голос Это видно сразу И она все Вот это все впитывает Вот это ненужное Поведение Вот это ненужное Гэнгшин Гэнгшин Ненужное все вот это Воспитание Я не знаю Очень жалко человека Когда он мог воспитываться В окружении хороших Добрых людей Посмотрим что с ним получится Вот это вот ценности Когда ты только думаешь О куче баблей Кучи за 300 тысяч И всего такого Есть люди которые Каждый не знаю Ждут новой зарплаты Покупают что-то в дом Делают какое-то Благодарение И не здорово Люди которые Хвастают вот такой вот Курточкой за 300 тысяч Вот Напишите в комментариях На чьей стороне Like Ivan Guy Dizlike Face Посмотрим просто не знаю Адекватность ситуации Нам очень интересно Очень интересно Ребят спасибо Что вы посмотрели данное видео Вот Если вы еще не подписаны На наш канал То подписывайтесь Вот Ставьте пост-нотификации Чтобы вам приходили Оповещения о новых видео Видео выходит каждый день Не пропускайте Это же место В это же время Каждый день Заходите Мы будем рады вас видеть Увидимся завтра Пока Придем всем обнимашки И пока Пока Любим